Привет друзья, с вами Зверько и гайд на обновленную нану. Изменения наны понравились не всем, точнее многим не понравились, и я в их числе. Но давайте не будем скидывать ее сразу в утиль, может мы и не полностью разобрались в ней? Сейчас попробуем состряпать из нее достойного мага. Хочу сразу сказать, нана в АДК абуза для команды, и теперь расскажу почему. Ранее, где-то в 2-3 сезоне, нана ускорялась от попадания навыков, имела кд 2 навыка в 8 секунд и меньше кд на ульту. В то время сверхпопулярным стрелком была Мия, и даже Мию нана перестреливала в лицо, поскольку превращала и подкидывала ее, продолжая наносить урон с руки, и от наны было не убежать. В дальнейшем профитность такого билда снизили, увеличив кд превращение, а потом изменив пассив. В дальнейшем имел смысл билд на кд и дебав противника. Нана этим помогала гораздо больше, чем невнятным уроном с руки без навыков, усиливающих этот урон. Теперь же, спустя реворк навыков, нана вывозит больше урона магии, чем как адк. Я сужу по процентным соотношениям урона по героям после боя. А плюс к магии добавляются дебафы. Перейдем к билду. Эмблемы мага с начистивой яростью и упором на кд. Эти эмблемы дадут кд сразу в 10%. Будем обходиться без бафа. Дополнительный навык выбираем по вкусу. Не помешает эскейп вроде спринта или вспышки. Если играете с гранатным танком, можете использовать от спинения или ослабления. Но я обычно пасаюсь за свое хп. Навыки. Молниеносная малина. Как-то ни странно, кошка Наны где-то достает деньги и вам и вашим союзникам по 10 монет каждые 10 секунд. Теперь отображается баф над союзниками, которые получают от вас деньги. Простая математика. 60 монет в минуту, 300 монет в 5 минут. Лучше выглядит, когда вы покрываете монетами нескольких союзников, но приходится держаться рядом с ними. Экономическая составляющая игры такова, что награда за волны и лесных монстров все время растет, а пассивка наша нет. В общем, ее полезность на уровне взрыва заска после смерти. Если помогает, то в редких случаях. Первый навык. Магический бумеранг. Каждое попадение бумеранга наносит урон и весит замедление на полторы секунды. Что тут сказать, урона немного, старайтесь задеть в массовке как можно больше героев. Второй навык. Поцелуй малины. Нано выкидывает малину в указанное место. После того, как противник зайдет в радиус действия кошки, таз с агрессией бросается на врага, нанося магический урон, а также превращая противника в кошку-неваляшку, замедляя цель на полторы секунды и уменьшая и броню, и защиту на целых 25%. Есть смысл превращать танков. Минусы навыка. Кошка летит до приземления порядочное время. Цель может убежать из радиуса активации. А еще мы не можем выбрать сель активации, кто зашел в радиус, на того и срабатывает. А в массовых файтах ближайшая цель. Плюсы. Кошка всегда настигает цель. Если Хайбуса активировал ее агрессию и ушел в ульт, кошка подождет его возвращение. Если ланс ускакал навыками или попытался уклониться вторым, кошка все равно найдет его и даст ему... Простите. Ульта. Молния малины. Нано кастует три круга, идущие по прямой от нее. Все три круга наносят урон, а цели, по которым попало два круга, получают не только урон дважды, но и оглушение на одну секунду. Кроме того, попадание вызывает замедление на две секунды. У навыка хороший множитель от магической силы. 180%. Удобно попадать навыкам в убегающих противников. Неудобно к тем, кто бежит к нам или в сторону. Минус. Если противник увидел активацию, он может тупо отойти в сторону и либо полностью вернуться от навыка, или получить один удар. Плюсы. Место активации отрисованного весьма блекло, и во время файта легко не заметить активацию ульты нано и словить один-два круга на себя. Тактика. Наша тактика будет поставлена на дзейбе противника. КД два навыка меньше, чем засадное ожидание малины. Так можно поставить две мины. Допустим, перекрыть отход противнику, когда вы забегаете со спины. Он бежит к вам. Вы кастуете на него второй навык. После превращения он добегает до заготовки и превращается опять. Когда вы помогаете забирать лесных крипов, вы можете поставить малину в кусты, чтобы проверить их. И в случае, если противник подвигает к этим кустам, к нему направится малина. И вы сможете предупредить союзников о гангбанде. Фишка в том, что саму малину видно, если она не в кустах, а обруч ее активации противник не видит. Можно минировать и них и бусы, как и других врагов, чьё передвижение вы можете предсказать. Задерживать врага, который гонится за союзником. Первым навыком по привычке спамьте. А вот ультой надо пользоваться еще внимательнее, чем ранее. И иногда приберечь для массового боя. Давайте к сборке. Зачарованный талисман, магические сапоги. И вот вместе с вкачанными эмблемами 40% кд без бафа. Жезл молний, дополнительный урон от любого навыка и восстановления маны. Жезл снежной королевы. Все наши активные навыки замедляют. А с ним будут замедлять еще сильнее. Охранная реликвия и кровавые крылья увеличат урон. Такой сборкой я играю. И собирая свою, можете отталкиваться от нее. Как играть против НАНО? НАНО боится быстро перемещающихся с помощью навыка врагов. Но если сделать билд полудефовым вместо урона, то забить НАНО станет трудоемкой задачей. Надеюсь гайд вам помог. Делитесь видео, подписывайтесь и ставьте лапки. Всем пока!